Всем привет! Меня зовут Яна Фишер, и мы сегодня на мероприятии, которое посвящено Аркадию Кобякову. Аркадий Кобяков – это известный поэт-песенник и автор многочисленных песен, которые стали известны после его смерти. И с каждым днём десятки тысяч поклонников социальных сетей всё больше и больше обсуждают его творчество. А мы зададим несколько вопросов поклонникам и почитателям его творчества и просто людям, которые пришли на его концерт. Итак, мы начинаем. И первый человек, которому я буду задавать вопросы – это певец, композитор Борис Шварцман. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня ждёте от нашего мероприятия? Вы знаете, я жду. Во-первых, меня пригласили сюда. По первому зову Славы Гранде я оказался здесь. Но больше того, потому что я знаю, что сегодняшний вечер и концерт посвящён замечательному человеку, исполнителю, которого, к сожалению, уже с нами нет. Вот. Аркадию Кобякову, да. И я не был с ним знаком, очень близко. Мы с ним встречались, может быть, раз в пять или шесть на разных мероприятиях. Но он произвёл на меня очень сильное впечатление, как человек очень большой души. И я видел, что действительно его песни, его исполнение очень нравятся людям. И он вокруг себя собирал очень много замечательных людей. И я вот был тронут его какой-то искренностью, душевностью, его открытостью. Действительно, вот, простите за это слово, харизма, но она у него действительно была. И он вокруг себя собирал очень много и поклонников, и друзей. И узнав, что сегодня, как бы, вечер посвящён именно его памяти, по большому счёту, и то, что, как бы, вот это становится некой традицией делать эти концерты, я с удовольствием окликнулся, и вот я, в общем-то, и здесь. Ну, мы очень рады видеть вас сегодня на этом мероприятии. Вот, что вы ждёте от сегодняшнего мероприятия? Может быть, вы поклонник каких-то определённых песен, и хотите их услышать сегодня в исполнении уже, к сожалению, не нашего артиста Аркадия. Да, но, тем не менее... Я понял ваш вопрос. Дело в том, что, что я могу ждать от подобных вечеров? Встреча с друзьями, встреча со зрителем. Я не могу назвать сейчас конкретную песню, я знаю, что песни Аркадия будут звучать, и то, что эти встречи, они уже происходят, и уже начали, и становятся доброй традицией, это главное. И моё основное ожидание – это встреча с друзьями, встреча с коллегами, встреча со зрителем. И ещё раз каждый раз, потому что, вы знаете, ведь известная расхожая фраза, что человек жив до тех пор, пока о нём помнят. А Аркадий как раз достоин того, чтобы о нём помнить, о нём говорить, вспоминать его песни, вспоминать его человеческие качества. И когда мы об этом говорим, мы ощущаем, что вот он где-то тут, рядышком с нами. Да, я думаю, что творчество Аркадия Кобякова, оно родилось, но оно никогда не умрёт до последнего его слушателя, да, потому что мы уже видим, что сейчас в зале собирается немало людей, которые хотят послушать его песни. И вот у меня ещё вопрос. Вот как вы считаете, его творчество, на ваш взгляд, его песни – это формат ближе к эстрадному исполнению или ближе к шансону? Ян, вы мне задаёте вопрос, который сейчас, знаете, извечный. Что такое шансон, что такое эстрада? Шансон, да будет известно французское слово, которое переводится как «песня». Поэтому просто сейчас очень многие, ну не очень многие, а некоторая часть нашего населения ассоциируют слово «шансон» с некой такой блатной лирикой, с тюремной, лагерной. А на самом деле это просто красивая песня, где очень важна не только музыка, но ещё и текст, текстовой посыл. Вот, поэтому шансон может быть эстрада, эстрада может быть шансоном, всё зависит от подачи, от настроя, от того. Я знаю, что у Аркадии было очень много просто красивых лирических песен, посвящённых женщине, посвящённых любви. И вот именно об этом. А эстрада или это шансон, мне кажется, это совершенно не имеет значения. Главное, что красивая песня, которую приятно слышать, которая поднимает тонус настроения, даёт позитив и наполняет жизни человека. Вот в чём основная задача вообще исполнителя. Ну да, действительно, неважно какого формата песня, главное, чтобы они трогали зрителя, слушателя за сердце, за живое. А в интернет-источниках очень много говорится о том, что Аркадий Кобяков мог бы стать серьёзным конкурентом, таким исполнителем, как Григорий Лепс и Стас Михайлов. Да, вы как считаете, действительно ли это так? То есть, вот, ведь у него же схожи немножко песни со Стасом Михайловым, тоже о любви, о женщинах. И согласитесь, такой рост поклонников – это существенно. Вот он может стоять с ними на одной линии или, может быть, даже подняться выше? Мог бы? Я думаю, что об этом даже не стоит говорить, потому что он был самостоятельно, индивидуальной единицей. Понимаете, наш шоу-бизнес так построен, потому что, если нашлись бы продюсеры и промоутеры, которые вложили в него массу денег, он мог бы там за год взлететь выше. Это так, это факт, потому что он без всяких вложений вокруг себя собирал много людей, и многие приходили. Я был тому, и я сам тому свидетель. А ставить на один уровень зачем? Ну, каждый, знаете, это все равно, кто лучше писал – Есенин или Пушкин, понимаете, УК или Маяковский. Но как мы можем говорить, кто лучше, кто хуже, кто… Аркадий в том-то и дело имел просто свое собственное лицо и имел свою собственную индивидуальность. И в этом его, в общем-то, и ценности, его качества, и в основном, так сказать, то, почему мы о нем говорим, почему мы его помним и почему мы его любим по-прежнему. Ну да, согласна. Я думаю, что… Я тоже с вами согласна, что неважно, какая критика идет. В данном случае мы говорим о том, что если ведутся разговоры среди поклонников Аркадия Кобякова, что он может стоять на уровне, мог бы встать на ту же планку, что и Стас Михайлов, и Григорий Лепс. Это говорит просто о том, что человек действительно, он без всяких вложений, без раскрутки, он смог завоевать огромное количество поклонников. А это, согласитесь, очень важно. И узнав о нем буквально недавно, я тоже стала его поклонницей. Великолепные песни. И думаю, что сегодняшний вечер обещает быть очень-очень интересным, а самое главное – душевным. Правильно? Ну, что-нибудь еще вы могли бы сказать? Вот если бы Аркадий Кобяков сейчас был рядом с вами, стоял бы здесь, что бы вы ему пожелали? Или что бы вам хотелось ему сказать? Господи, я просто пожал ему руку, обнял бы, сказал, Аркаш, как дела? Все хорошо, все в порядке? Я ему сказал, о, Ларис, привет. Мы бы подружески обнялись и выпили чашечку чая вместе с ним, как он порой это умел. Умел и любил делать. Вот. Ну, в общем-то, так. Единственное, я хочу сказать, что память ему светлая. И мы все его помним. А то, что вы сказали, что я пришел первый, ну, вот первое интервью, но, видимо, видите, как это говорит о моей пунктуальности. Пригласили в это время, я пришел ровно, опоздал ровно на две минуты. Да, я вижу, что у нас в зале еще больше и больше людей собирается, да, мы можем даже вот сейчас это посмотреть. Здорово, это очень хорошо, это приятно. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Спасибо. Да, всего хорошего. Хорошего всем.